Мы идем вперед От твоей любви Стремимся выше Стремимся выше Расширяя границы Мы идем вперед Сердце жаждет Иисуса И победа нас ждет Расширяя границы Достигаем сердца В твердой вере стоим мы И бежим до конца Мы идем вперед Принести любовь И сердца горят Тобою, Иисус Всем рассказать О твоей любви Стремимся выше Стремимся выше Расширяя границы Мы идем вперед Сердце жаждет Иисуса И победа нас ждет Расширяя границы Достигаем сердца Твердо вере стоим мы И бежим до конца Расширяя границы Расширяя границы Мы идем вперед Сердце жаждет Иисуса И победа нас ждет Расширяя границы Достигаем сердца Твердо вере стоим мы И бежим до конца Расширяя границы Расширяя границы Мы идем вперед Сердце жаждет Иисуса И победа нас ждет Расширяя границы Расширяя границы Достигаем сердца Твердо вере стоим мы И бежим до конца И бежим до конца И бежим до конца И бежим до конца Только вперед Во имя Иисуса Христа Аминь С надеждой мы В начале дня Смой бед наш Бог Разносит взгляд Творит в сердцах Настроим мы Куда пойдем Там будешь ты В пламени своем Зажжет всю жизнь Любовь твоя Сверкает в нас Народ и все Ты осеял И блеском славы Тьму прогнал Неугаснет никогда Во мне любовь твоя Ею ты через меня Будешь каждый день сиять Неугаснет никогда Во мне любовь твоя Ею ты через меня Будешь каждый день сиять Бог жив во мне Жив во мне ты Жив во мне ты Ты в сердце жив на вечно Бог жив во мне ты Жив во мне ты Ты в сердце жив на вечно Ты пламенем своим Зажжет всю жизнь Любовь твоя Сверкает в нас Народ и все Ты осеял И блеском славы Тьму прогнал Неугаснет никогда Во мне любовь твоя Ею ты через меня Будешь каждый день сиять Неугаснет никогда Во мне любовь твоя Ею ты через меня Будешь каждый день сиять Жив во мне ты Жив во мне ты Ты в сердце жив на вечно Бог жив во мне ты Жив во мне ты Ты в сердце жив на вечно На вечно Иисус На вечно На вечно В любви его твоей На вечно На вечно Все это Мы знаем На вечно На вечно На вечно В любви его Будешь каждый день сиять Жив во мне ты Жив во мне ты Ты в сердце жив на вечно Жив во мне ты Жив во мне ты Жив во мне ты Ты в сердце жив на вечно 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 Аллилуйя Слава Господу, аминь За этот день, за новый день, за новую возможность За то, что мы победители в Иисусе Христе Аллилуйя, Господь, спасибо тебе, наш Бог Спасибо, Бог, что во Христе Ты нам даёшь торжествовать Спасибо, Бог, что Ты даёшь победу нам Спасибо, Бог, что за Христом всё может преодолевать Спасибо, Бог, спасибо, Царь Победили мы, Аллилуйя, Аллилуйя Победили мы, сила имени Христа Он открыл нам путь, Аллилуйя, Аллилуйя И дал божествовать победу и вини своё Спасибо, Бог, что во Христе Ты нам даёшь торжествовать Спасибо, Бог, что Ты даёшь победу нам Спасибо, Бог, что за Христом всё может преодолевать Спасибо, Бог, спасибо, Царь Победили мы, Аллилуйя, Аллилуйя Победили мы, сила имени Христа Он открыл нам путь, Аллилуйя, Аллилуйя И дал божествовать победу и вини своё Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Победа во Христе Победа во Христе Победили мы силой имени Христа Он открыл нам путь Аллилуйя, Аллилуйя Победа во Христе 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 какие-то неужели мы не победили обидели же аминь больше чем победители в иисусе христе и победа принадлежит нам слава тебе господь о вся слава тебе наш бог аллилуйя слава тебе мы нуждаемся в нем каждый день каждый час каждую минуту каждую секунду нашей жизни мы нуждаемся в иисусе христе аллилуйя иисус иисус ты нужен мне больше чем вчера нуждаюсь тебе не могут выразить слава я нуждаюсь тебе как никогда ты нужен мне ты нужен мне ты нужен мне больше чем вчера нуждаюсь тебе больше чем песня моя больше чем а а а а а а ну но я а а а а ну потому, что я не хочу ни за что вернуться назад он нужен мне Больше, чем вчера, нуждаюсь тебе Не могут выразить слова, я нуждаюсь тебе Как никогда ты нужен мне Ты нужен мне Больше, чем песня моя Больше дыхания, сердце беения Больше всего время проходит в пол Но я рядом с тобой, Господь Потому что я не хочу ни за что вернуться назад Ты нужен мне Больше, чем вчера, нуждаюсь тебе Не могут выразить слова, я нуждаюсь тебе Как никогда ты нужен мне Ты нужен мне Постаем тебе хвалу 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 Иисус Иисус Знаете, у каждого из нас За что благодарить Господа? У каждого есть Каждый день мы вспоминаем Мы благодарим Его И сейчас Вот в эти слова Вложите всю благодарность Вашего сердца Всей вашей жизни Настолько, насколько ценно это Эти слова И для Господа это ценные слова Воздайте Brian Воздайте Ему всю хвалу Сейчас С благодарностью Давайте все вместе Воздаем тебе хвалу Воздаем тебе хвалу Воздаем тебе хвалу Воздаем тебе хвалу Поздаем тебе хвалу, Всю хвалу и славу! Поздаем тебе хвалу, Иисус! Поздаем тебе хвалу! 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 Ты один, кто пошел на Голгофу, Ты один, кто возлюбил нас безусловной любовью, Ты один, такой Господь. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, мой Иисус, мой Иисус. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, мой Иисус, мой Иисус. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, мой Иисус, мой Иисус. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, мой Иисус, мой Иисус. Твоего лица ищу, я найти Тебя хочу, явить Твой свет и силу, и славу свою. Голос Твой меня зовет, Твой свет меня ведет, все оставив я, в святое святых хожу. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, мой Иисус, мой Иисус. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, мой Иисус, мой Иисус. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, мой Иисус, мой Иисус. ты превыше всего лишь тебе а а а и а ибо ищу я найти тебя хочу я безусе и силу и славу свою но но а а и все а а а а а меня а а меня видео все оставив я святое вся ли пашу а а иисус Иисус, Аллилуйя, Твоего лица ищу, Я найти Тебя хочу, Я весь Твой свет, и силу, и славу Твою. Голос Твоя меня зовет, Твой свет меня ведет, Все станет я святое, снятие прошу. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, Мой Иисус, Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, Мой Иисус, Мой Иисус, Мой Иисус. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, Мой Иисус, Мой Иисус. Ты превыше всех богов, лишь Тебе я поклоняюсь, Мой Иисус, Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Твое Слово говорит, что там, где двое или трое собраны во имя Твое, там Ты посреди них, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять дух сокрушенных, Господи. Мы благодарны Тебе, что Ты, Господь, ценишь каждого из нас, Ты помнишь нас. Господь, Ты своей жизни не пощудил, но дал Себя за каждого из нас, чтобы мы могли иметь надежду и будущность в Тебе. Иисус, мы благодарны Тебе, что Ты не просто умер за нас на кресте, взяв на Себя наши грехи и наши болезни, но Ты воскрес на третий день, чтобы оправдать нас перед Богом. Ты открыл нам доступ к Отцу. Ты дал нам возможность приходить к Тебе путем новым и живым, краплением очистив души наши от порочной совести, чтобы мы приставали пред Тобой, Господи, просправляли Тебя, благословляли имя Твое. Господи, Ты благоволил обитать среди словословий Твоего народа. Молимся, Господи, благослови каждого, кто пришел сюда, на это место, благослови Твоим благословением. Пускай Твой Дух Святой, Твое Слово коснется сегодня каждой души. Мы ждем от Тебя, Господь, ждем Твоего благословения, ждем Твоего прикосновения, Господь, потому что без Тебя мы не можем делать ничего. Господь, мы исповедуем, что мы нуждаемся в Тебе, Господи. Благословенное имя Твое. Хвала Тебе, да будет непрестанно. Аллилуйя, Иисус! Мой Иисус! Мой Иисус! Тебе поклоняют, Господь. Мой Иисус! Мой Иисус! Ты превыше всех Богов, Лишь Тебе я поклоняюсь, Мой Иисус! Мой Иисус! Мой Иисус! Мой Иисус! Благодарим Тебя, Господи! Благодарим Тебя, Господи! За милость Твою, которая превыше небес За любовь Твою, Господь, которая бесконечна Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его Как далеко восток от запада, так Ты удалил от нас беззаконие наши Простив нам наши грехи И очистив нас, Господи, Твою святую кровь Иисус, мы благодарны Тебе Мы благодарим Тебя, Господи Хвала Тебе, честь и слава Во имя Иисуса Христа, нашего Господа Давайте воздадим славу Господу Аллилуйя Иисус Слава Иисусу Христу Благословен Господь Мы рады приветствовать всех вас на нашем богослужении Это уже второе богослужение сегодня И рады приветствовать тех людей, кто пришел в первый раз, может быть Я хотел бы, чтобы мы поприветствовали друг друга и тех, кто пришел в первый раз Давайте тоже поприветствуем друг друга И благословим рядом стоящих Тогда можем присесть Благословите рядом стоящих, друзья Благословляю прославление, хор Спасибо за служение На втором собрании как-то так быстро-то Раз, все, благословили, все, присели На первом собрании пока там ходят люди, там что-то благословляют Потом раз, через 10 минут все спокойно, все тихо Хорошо Друзья мои, я хотел бы сегодня поделиться с вами тем, о чем я думаю в последнее время И при входе у вас могли выдать вот такие листочки Если у кого-то из вас нету Можете попросить, чтобы вам дали такие листочки с темой проповеди И вы сможете следить за ходом собрания В ноябре-декабре у нас два месяца посвящено еще одной из целей нашего движения Цельстремленной Церкви Это тема общения И мы поговорим сегодня на тему Я назвал проповедь так Жизненное общение Объясню Жизненное общение Общение, которое приносит жизнь Каждому из нас Я хотел бы начать проповедь с послания к евреям 10 главы Где в 25 стихе написаны такие слова Не будем оставлять собрание своего Как есть у некоторых обычай Но будем увещевать друг друга И тем более, чем более усматриваете приближение дня онного Дня онного, ну, соответственно, дня Господня Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай В первой церкви В первой церкви, не обязательно в церкви в Иерусалиме, но церкви первого века Была такая тенденция, в некоторых общинах люди переставали ходить на общее собрание Стали оставлять собрание Это превратилось в некий обычай И вот апостол в этом послании к евреям Он обращает внимание на эту тему На эту ситуацию в жизни церкви И говорит, не будем оставлять собрание своего Но наоборот, будем внимательны друг к другу Будем увещевать друг друга Тем более, чем более усматриваем приближение дня Господня И я такую мысль написал, выразил Жизнь церковной общины актуальна, когда мы имеем не только общение с Творцом В 23 стихе мы можем прочитать Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший Но также и не забываем о ближних наших, поощряя к любви и добрым делам Как в 24 стихе написано Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам Дело в том, чтобы человек не оставлял собрание своего Нам важно позаботиться о том, чтобы мы сами приближались к Богу Это первое, это важно Потому что когда мы приходим к Богу, мы оживляемся Псалмопевец говорит Во свете Твоем мы видим свет Драгоценна милость Господа И в Его свете мы видим настоящий свет Только общаясь с Богом, мы можем преображаться Но после этого, когда мы преображаемся Нам важно иметь общение друг с другом Нам важно вдохновлять других Когда мы смотрим, что вот кого-то нет рядом с нами Рядом с нами всегда сидел вот такой-то человек И его сегодня нет с нами Почему? Если его нет с нами, значит это его проблема Это не его проблема, это и наша проблема Потому что апостол пишет в послании к евреям 10 главе 24 стихе Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам Я уже говорил неоднократно о том, что слово поощряя Оно несет в себе идею заострения Как заострение карандаша Если возьмете мою Библию То вы увидите здесь много разных надписей Разные переводы Разные понимания Или какие-то параллельные места Которые я сам выписываю сюда Я записываю карандашом всегда Раньше, когда не было вот этих тоненьких карандашей С этими стержнями 5 мм или 7 мм Нажимаешь, там стержень выходит Раньше были простые карандаши И их постоянно натачивали Я постоянно натачивал карандаши Потому что я люблю, чтобы аккуратненько было записано карандашом здесь И если вы посмотрите, у меня все в карандашах Карандашом написано Почему? Я работаю с материалом Я работаю со Словом Божьим И оно работает со мною Дело в том, что когда мы занимаемся, пребываем в Слове То Слово начинает пребывать в нас И вот я записываю И когда карандаш затупливается А места не так много на полях А надо мелко писать Я затачиваю карандаш И пишу опять тоненько Чтобы было четко видно Вы знаете, так и в нашей жизни Мы порой, ну, остываем Я встречаюсь с братьями И говорю, ну, братья, вы же понимаете, что нам надо участвовать в служении Так это все понятно Главное сделать первый шаг Главное что-то сделать Мало понимать, надо еще что-то сделать А чтобы сделать, необходимо возогреть себя Взять и пойти сделать Дисциплинировать себя Завтра выходной Ребенок вдохновляется Он смотрит то, что для него важно Друзья мои, нам важно Не просто расслабиться И, знаете, отдохнуть Пребывать в Божьем Слове Пребывать в общении Это то, что будет создать Каждого из нас Я хотел бы на примере Нового Завета и Ветхого Завета Рассмотреть несколько моментов О том, как мы можем применять Это общение Каковое это общение должно быть Например, в Первом Послании к Коринфянам В первой главе Апостол Павел пишет К этой церкви и говорит Откроем Первое Коринфянам Первую главу И здесь в девятом стихе Павел говорит Верен Бог, которым вы призваны В общении Сына Его Иисуса Христа Господа нашего В этой фразе не говорится о том Что верен Бог, которым вы призваны В общении с Сыном Его Да, конечно, и с Сыном Его Иисусом Христом Но в общении Сына Его В общении Сына Его Сегодня у нас будет Замечательное такое событие Мы будем преломлять хлеб Причащаться Вспоминая О жертве Господней И будем разделять Хлеб И Плод виноградной лозы Да, плод и кровь Господа И тем самым Мы будем приобщаться Друг к другу Через Иисуса Христа Который раздал себя Каждому из нас Так вот, когда мы приходим В собрание Иисус Раздает себя Каждому из нас Он раздает себя Через нас Он раздает Самого себя Чтобы мы вкушали От Него Итак, верим Бог, которому вы призваны В общении Сына Его Иисуса Христа Господа нашего В первом послании Иоанна Мы читаем Апостол Павел Любимый ученик Христа Апостол Иоанн Любимый ученик Христа Он говорит Вот что В третьем стихе Первый Иоанн 1.3 О том, что мы видели И слышали Возвещая вам Чтобы и вы имели Общение с нами А наше общение С Отцом И с Сыном Его Иисусом Христом О том, что мы видели И слышали Возвещаем вам Чтобы и вы имели Общение с нами Чуть выше Он говорит о том Что осязали руки наши Что рассматривали Они были рядом С Иисусом Они прикасались К Нему Они жили с Ним Есть такая Ну, шутка такая Знаете, когда С кем-то Известных людей Там поздоровался Говорит Больше руки мыть не буду Конечно, это Это шутка Мы и моемся И прочее Но ты Для тебя это важно Это ценно Так вот представьте Ученики Они ходили Рядом с Иисусом Они прикасались К Нему Они имели Общее с Ним И Иисус Не уединялся от них Знаете Не скрывался от них Да, были времена Он уединялся Чтобы помолиться Иметь общение с отцом Но он приходил вновь И общался со своими учениками Он взбадривал их Он наставлял их Он учил их Он направлял их Смотрите И после этого Апостол Иоанн пишет В шестом стихе Если мы говорим Что имеем общение с ним А ходим во тьме То мы лжем И не поступаем По истине Если же ходим Во свете Подобно как Он во свете То имеем Общение друг с другом И кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает нас От всякого греха В шестом стихе Если мы говорим Что имеем общение с ним А ходим во тьме Что значит Ходим во тьме Даже если посмотреть Седьмой стих Где говорится Ходим во свете Это значит Имеем общение Друг с другом А если мы Не имеем общение Друг с другом То мы ходим Во тьме Мы можем обманывать Сами себя И говорить Я с Богом общаюсь Бог со мною Не всегда У меня получается Прикинуть собрание Но Господь Всегда со мною Слушай Господь Везде Он даже в аду Он собой наполняет Все Это не значит Что Бог теперь Везде Он везде Конечно же Но в твоей жизни Он будет максимально Когда он будет Не просто объективно Но субъективно Присутствовать В твоей жизни Субъективно Когда ты не Прибываешь Знаете Вот воля Божья Чтобы я был исцелен Ну конечно Воля Божья Чтобы ты был исцелен Это объективная воля Божья Ну а субъективная воля Божья Когда Бог хочет Чтобы ты был исцелен я на первом слове не рассказывал случай с одной сестрой пошли молиться за одного человека мрак четвертой степени у него он ну изменяет изменялся что он не может стать я говорю да ничего страшного и общается с ним я разговариваю с ним вдохновляя его говорю господь силён тебя восставит еще будет время еще послужишь славе господа благословляю его рядом сидит его сестра не очень доверяет тому что говорится и такая она уже приехала на похороны но я вдохновляю человека у человека появляется надежда он обращается ко христу он молится через них я узнал что человек умер отошел но отошел господу и знаете меня не охватила депрессия да как так я же помолился человек он должен был исцелиться я буду продолжать говорить и давать человеку надежду вдохновлять его буду молиться за него с постом или просто ли буду молиться потому что бог знает времена и сроки я не собираюсь негатив выставлять если брать не собираюсь думать плохо давайте откроем евангелие то она 11 главу прочитаем история которая произошла в жизни иисуса христа в его служении и она 11 глава здесь в третьем стихе от 11 главы написано сестры послали сказать иисусу господи вот кого ты любишь болен они послали сказать через определенных людей что лазарь друг его болен болен иисус же услышав то сказал это болезнь не к смерти но к славе божьей да прославится через нее сын божий знаете я получил такое ободрение иисус когда услышал печальную вести наверняка ему пришли и сказали ну в прискорбном таком состоянии лазарь друг наш болен иисус сделай что-нибудь он серьезно болен приди помоги сестры послали сказать ну лазарь ведь вот ведь твой друг он болен пожалуйста на что иисус не сказал мне очень жаль я боюсь что я не успею нет иисус он сказал позитивно он будет это болезнь не к смерти но к славе божьей зная господа он говорит сквозь обстоятельства сквозь время и может быть посланные сестрами были удивлены но иисус остался еще на два дня там и через только через два дня он пошел вместе с ними и еще день пути и когда они пришли и выяснилось что четыре дня во гробе уже лазарь наверное когда послали этих посланников к иисусу лазарь умер а они же не знали они пришли сказать что он болен а иисус знал потому что своим ученикам он говорит лазарь вдруг уснул я иду разбудить его ученики то тоже под подбадривает но если уснул значит проснется он говорит о сне духовном он умер физически но духовно называет сном но тело его уснула и вот он идет и написано в тридцать пятом стихе тридцать тридцать четвертого и сказал где вы положили его говорят ему господи пойди и посмотри и в тридцать пятом стихе иисус прослезился но знаете вчера был такой фильм москва слезам не верит классика жанра вот всегда смотришь и мне кажется всегда можно смотреть этот фильм так вот у меня такая мысль вифания слезам не верит этого было мало ученики не 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 просто ученики а иудеи которые там находились они говорят смотри как он любил его а некоторые из них сказали не мог ли этот отверший очи слепому сделать чтобы и этот не умер абсурдная фраза они сравнили во первых слепорожденного с умершим и с другой стороны говорит не мог ли бы он сделать так чтобы он все-таки не умер в смысле он умер или не умер умер четыре дня в агра в огробе но что мы видим иисус же опять скорбя внутренне приходит к гробу и говорит отнимите камень сестра умершего марфа говорит ему господи уже смердит его четыре дня каком в огробе но иисус говорит и не сказал я тебе если будешь веровать увидишь славу божью если будешь веровать увидишь божью славу вера в бога она даст на возможность увидеть его славу если мы не верим на ли человек который живет без веры он не имеет надежды если у нас нет веры у нас не будет надежды потому что вера есть осуществление ожидаемого верусь снова не для нашей надежды если мы не имеем веры то мы не имеем надежды но иисус говорит верующий в меня если и умрет оживет и вот чем дело когда отняли камень то иисус обратился он обратился поблагодарил бога и потом возвав громким голосом 43 стихе сказал лазарь выйди вон и вышел умерший обвиты по рукам и ногам погребальными пеленами и лицо его обязано было платком иисус же говорит им развяжите его пусть идет я попробовал представить это это событие лазарь выйди вон и лазарь вышел обвиты погребальными пеленами как вы думаете он там стоя что ли был похоронен его же положили правда обмотали его погребальными пеленами мало того что это и была игра вслепую он платок был на на лице его но лазарь вышел он так вышел или или как я не знаю но он вышел оттуда выжил встал там несколько человек упали в обморок это ну я думаю что это обязательно атрибут таких событий мы они пришли на похороны они же не ожидали такого поворота событий но лазарь выходит обвиты пеленами и тогда иисус говорит ученикам идите развяжите его пусть идет я связываю это знаете с духовным рождением только иисус может возродить человека только иисус может спасти любого человека неважно он большой грешник или маленький грешник давно он умер или недавно иисус может воскресить любого мы порой как вот те как марфа говорим господи кто вот этот спасется да он же смердит он все пропитан уже весь но есть надежда и будущность не потеряна я расскажу вам один случай раньше чаще сейчас реже уже стало я раньше ходил не просто в тюрьму а ходил в тюрьму в тюрьме там где осужденные позволяют себе там курить там где спят где едят там ну все и там все знаете заходишь можно топора раз повесить и все и там топор будет висеть дым коромыслом когда я приходил домой у меня жена без подозрений она же понимает что я не курю но вся моя одежда пропитана была вот насквозь вот этим куревом я приходил туда и проповедовал общался с людьми и вот один один такой экземпляр один человек которого я знал еще лет двадцать до того не пересекались пути а потом в итоге мы с ним встретились в очередной раз в очередной его командировки и он же его уже освобождают потому что но и актировали актировали потому что он уже умирает его надо освобождает чтобы он умирал на свободе а он такой весь по жизни крутой блатной он все у него своя тема в голове он там с ворами он там у него все все у него в голове своя жизнь но знаете что перед тем как ему умереть он молился богу чтобы господь его простил да как такое возможно да не может быть да этот человек уже смердит уже не дни просто четыре дня уже 40 лет уже он там во тьме находится бог может спасти любого человека но бог использует именно нас чтоб пойти и развязать этих людей иисус сказал ученикам пойдите развяжите его пусть идет это мы должны позаботиться в своем общении в поддержке внимание помочь человеку прийти когда я смотрю на на группы общения в церкви правда не всегда есть такая возможность иметь общение со всеми но не всегда получается но в малой группе у нас есть замечательную новость у нас есть малые группы в церкви и нам важно быть малых группах чтобы иметь общение честном кругу у нас есть альфа на котором мы приходим и собираемся вот я прихожу каждую неделю на альфу я вдохновляюсь я вдохновляю других и сам вдохновляюсь потому что есть общение за столиком сидишь общаешься уже как родные становишься и это здорово нам важно иметь общение может поставить фото там друг в беде не бросит вдруг в беде не бросит главное оказаться рядом как как уж смог помог как уж смог понимаете но нам важно находиться рядом важно поддержать находящийся рядом человека на что я буду в конце концов если типа если выживет значит выживет а еще одна переписка что они думали нет нет другую захочет напишет подумали оба и потеряли друг друга не захотел не написал друзья мы это наш шаг если мы захотим нам важно захотеть уделить внимание человеку просто внимание просто напомнить напомнить себе просто сказать мир тебе благодать благословляю тебя для человека может ли того будет достаточно но важно поддержать важно сделать шаг если мы не будем этого делать то к сожалению мы не получим результата смотрите в этой истории мы видим то что иисус проводил время с ними и лазарь человек которого иисус воскресил он занял определенную положение он имел определенную позицию не просто в жизни иисуса но и в обществе когда мы читаем дальше евангелие от яна в двенадцатой главе мы читаем здесь в девятом стихе многие из иудеев узнали что иисус там и пришли не только для иисуса но чтобы верить и лазаря которого иисус воскресил из мертвых первосвященники же положили убить и лазаря потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в иисуса именно через лазаря многие приходили и уверовали потому что знали что этот человек был воскрешен иисусом христом потому что иисус уделил внимание этому человеку он не забыл о нем он навестил его он дал ему жизнь он вдохновил апостол иаков своем послании пишет в девятнадцатом стихе 5 главы и якова 5 19 братья если кто из вас уклониться от истины и обратить кто его пусть тот знает что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов это это подвиг друзья мои обратить человека обратно ко христу потому что мы все заблуждаемся если ты смотришь на грешника которого грешит не осуждая его за то что он грешит не так как решишь ты не осуждая его каждый из нас согрешает нет ни одного праведного на земле который не грешил бы все мы согрешаем да кто-то по-другому греши чем ты но это не значит что его грех хуже или грешнее чем твой грех грех это промахнуться мимо цели если ты промахнулся мимо цели далеко ли или близко ли ты промахнулся мимо цели ты все ты уже промахи нет никого балла нету нету никаких очков ты промахнулся но иисус Он дает шанс каждому из нас. И после мы читаем, что когда Иисус вошел в Иерусалим, люди постелали пальмы и ветви, одежды свои постелали. И в 17-18 стихе дается объяснение этому, почему люди так были расположены ко Христу. Написано, народ, бывший с Ним, в 17-м стихе 12 главы Евангелия Таана, прежде свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил Его из мертвых, потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Потому и встретил Его, потому и постелали ветви, и одежду постелали. И Иисус воскресил Лазаря. Вы представляете? Может быть, твой Лазарь где-то лежит еще в пещере, но ты можешь воскресить его. Или, может быть, твой Лазарь вот-вот умрет, болен, и ты забыл про него. Ободри, принеси жизнь, поддержи его. Важно иметь общение. Третью картинку поставь, пожалуйста. Плохой или хороший рождается птица, ей все равно суждено летать. С человеком так не случится. Человеку мало родиться. Им еще надо стать. Нам важно на практике применить в своей жизни, что мы будем делать. Изменимся ли мы? Поможем ли мы другим? Вы знаете, вчера буквально я свою запись решил систематизировать и в таблицу ввел. Ввел в таблицу свои размышления. Я вот тут думал, перечитывая книгу «Бытие», передумывал о том, что происходило в Ветхом Завете. Наверняка вы все знаете о том, что был Ноев потоп. Кто знает о Ноев потопе? Слышали про такое? А вы знаете, задумывались когда-нибудь, какой был Ной по числу от Адама? Какой он был человек? Сколько времени прошло от первых дней? Наверняка вы об этом не знаете. Я просто задался целью узнать, как же жил тот мир. И неужели на самом деле остался только один Ной? Знаете, Ной и его семья. Ну, просто прицепом вся семья его оказалась. На самом деле, я выяснил, что Ной был десятым от Адама. Адам был первым, Ной был десятым. И у меня появилась такая табличка. От Адама до Ноя. Кто жил? А раньше жили долго. Так вот, на момент, я высчитал, я говорил давно, что у меня математический склад ума, я создал табличку такую, и высчитал, что на момент, когда родился Ной, в то время практически все, с исключением там трех человек от Адама. Адам уже умер к тому времени, и умер Сив, сын Адама. А, например, внук Адама, Енос, третий от Адама, он еще был жив в то время. Он еще был жив, и он еще прожил около 90 лет. Пока Ной был жив на земле, 90 лет, его прапрапрапрадед, он общался со своим внуком. Ну, например, ну, может, не у всех такие яркие впечатления от общения со своими дедушками и бабушками, да? Яркие впечатления, даже я помню, общение с дедушкой и бабушкой, Сергея Доровича, он постоянно об этом напоминает, я помню об этом. Я помню даже своих дедушку и бабушку, я с ними общался. Так вот, я думаю, Ной общался с Еносом, а дедушком Еноса, дедушкой Еноса, был Адам. Первый человек, представляете? И Енос рассказывал Ною, мне дед рассказывал, что в саду Иденском было шикарно, и Ной с открытым ртом, уже до 90 лет Ной сидит и слушает своего пра-пра-пра-пра-пра деда. Потом я пошел дальше. Когда Бог сказал Ною, что будет потоп на землю, вы думаете, только Ноя остался в живых? Еще был жив его отец, Ламех, еще был жив дед Ноя, Мафусал. Они еще были живы. И когда Бог сказал Ною, строй ковчег, Мафусал и Ламех сказали, строй, Ноя ковчег, давай, мы чем сможем, поможем. Более того, сто лет Ноя строил ковчег, в завершении сто лет его дедушка, Мафусал, все еще был жив. дедушка просто умер своей смертью, если учесть, что ему было к тому времени уже 969, Мафусал просто умер. После, нельзя сказать, что он скоропостижно умер, но просто после продолжительной жизни Мафусал просто умер. и Ной вместе со своими детьми вошел в ковчег, но его родственники, вы понимаете, они говорили другим тоже, люди, одумайтесь, не только один Ной был, знаете, такой проповедник правды, один такой за свободу, за родину. Нет, были люди, которые подбадривали его, имели общение с ним. Потом я пошел дальше, я решил посмотреть, что было дальше. И я выписал еще 10 человек от Сима, если взять Сима первым, вам интересно? Я вообще вдохновляюсь, когда вот я до чего-то дохожу, до какой-то цели, мне это так вдохновляет. Вчера сижу, таблицы пишу там, и вздыхаю там, жена сидит рядом, я говорю, ты представляешь, вот смотри, вот это же вообще, это удивительно. Если взять Симом первым, а он на самом деле был одиннадцатым от Адама, Сим, у Ноя было три сына, Сим, Хам и Афет, да, они родились в 500 лет. Когда Ною было 500 лет, Сим, Хам и Афет родились. Так вот, в смысле, они уже были, не то, что 500 лет было Ною, они уже были. И вот в 600 лет пришел потоп на землю. И вот с того момента, когда они вышли из Ковчега, и были только Сим, Хам и Афет, да, Ноя и его жена. И вот от Сима, я посмотрел, десятым был Авраам. Так вот, когда Авраам получил от Бога откровение, выйди из Ура Халдейского, когда Авраам выходил, вместе с ним, вместе с ним, могли бы, мог выйти и Сим. Потому что Сим, к тому времени, он все еще был жив. Он еще 110 лет жил, когда родился у Авраама сын. То есть, Исааку уже было 110 лет, а Сима еще был жив. Сим прожил долгую жизнь, 600 лет Сим прожил. И Сим видел своего пра-пра-пра-пра-пра. Авраам не был сам по себе, понимаете? Ну, кто-то может сказать, что не факт же, что они были вместе там. Но учитывая того, что там восточные люди, они всем шалманом жили, родовое было такое движение, ну, они были вместе. Фара, например, отец Авраама, он точно вышел с ним. Еще был жив его, его отец еще на хор еще был жив. Они вышли из ура Халдейского. Так вот, я к чему говорю? Когда Исаак уже родился, Исаак имел возможность из первых уст узнать свое пра-пра-пра-пра-пра-пра деда, как вся земля была уничтожена. Усима. Представляете? Для меня это просто, ну, реально, я читаю, я понимаю, что жизнь продолжается, когда мы имеем общение. Мы передаем из поколения в поколение. Почему важно преемственность поколений? Мы не можем на себе все замкнуть. С годами мы не становимся моложе. Внешний наш человек тлеет, написано. Хотя внутренний со дня на день обновляется. но когда наш внешний человек тлеет, мы должны понять, чтобы эта тля не заполонила нас, нам важно вовремя передать то, что есть внутри нас, передать подрастающему поколению. понятно, что мы всегда думали, что мы всегда будем молодыми. Я-то думал, что я буду вечно молодым. Ну, в смысле, я не считаю себя старым человеком, но годами мы же все стареем. Как мне передать новому поколению? Надо быть вот этим звеном, связующим звеном, который будет передавать все, что есть у тебя. Передай другим. Передай эстафету другим. Ведь когда люди бегут на соревнования эстафета, там, 4 по 100 метров, например, да? Какой бы быстрый бегун не был, он же не бежит 4 круга. Он бежит один круг и передает палочку другому. Правда? И другой начинает бег. Нам важно передать эту палочку. Подрастающее поколение. Некоторые относятся к детям, как, знаете, такому классу, такому, что они там сделают, чтобы они тише там сидели. Как? Вы представляете, ребенок, его иногда обуяет просто неуемная энергия у него. Ну, пробежал ребенок. Вы замечали, когда во время собрания кто-то бежит вот так? Пробежал. Стой, ну-ка! Ты куда здесь бегаешь? Здесь нельзя бегать! Слушай, ну, ребенок же у него нету понимания того, что идет собрание, надо потише на себя вести. Он прибежал, там, папа, я тебя люблю, там, или там, мама, я тебя люблю, или там, привет! И пробежал, усвистел дальше. Дети это награда от Господа. Это благословение от Бога. А мы благословение часто считаем проклятием. Это какое-то проклятие. Сделайте так, чтобы дети молчали. Учитель, или ты не слышишь, что дети там вопьют? А что Иисус сказал? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, это к тому, что надо ценить детей наших. Некоторые приходят там сплавить ребенка. Знаете, сделайте с ним что-нибудь. Так ты будь рядом. Ребенок твой заплакал, так ты подойди к нему, чтобы он не плакал. Ободри ребенка. Да я слово хочу послушать. Я у вас уверяю, детские служители тоже хотят слово послушать. А некоторые не слушают, просто служат там и правда потом в записи слушают проповеди. И так подумать, у нас такое чувство, как будто мы сваливаем на кого-то другого. А потом дети вырастают и мы думаем, что они нас не слушают. Так что ты посеешь, то ты пожнешь. Так вот, друзья мои, важно иметь общение друг с другом. Чем более открыто наше общение, тем более оно будет плодотворно. Еще на одном примере я хочу обратить ваше внимание, книга «Деяния апостолов», 13-я глава. и мы читаем здесь 15-я глава, извините, не 13-я, 15-я глава. 15-я глава, 34-й стих. «По некотором времени Павел сказал в Арнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне». Как они живут? Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марк, отплыл в Кипр, а Павел, сбрав себе силу, отправился, быв поручен на другое вместе с силой. Так вот, смотрите, Иоанн, это был тот самый Иоанн или тот самый Марк, в доме которого проходили молитвы церковные, когда, например, вся церковь прилежно молилась, в Деяниях апостолов 12 главе мы читаем, и Бог Петра вызволил из темницы, и Петр пришел в дом куда? В дом Иоанна, называемого Марком, там была молитва. Это был тот самый Марк, который написал Евангелие от Марка, который был очень близок с Петром, и наверняка Петр ему рассказывал об этих событиях, да и Марк сам, хоть и был молод, он все это помнил, он записал Евангелие от Марка. Это был тот самый Марк, который был племянником Варнавы, которого назвали сыном утешения. Варнава занимал очень такое авторитетное положение в кругу апостолов. Тот самый Варнава, который в свое время нашел Савла и привел его к апостолам. Так вот, когда случилось такое событие, Марк остался в Вамфилии, а потом в очередное путешествие Варнава говорит, давай Марка с собой возьмем, а Павел говорит, нет, не будем брать его, он не пошел с нами в прошлый раз, я не беру его. И у них произошло огорчение, произошло огорчение. Но знаете что, во втором послании к Тимофею можем прочитать в четвертой главе такие слова. Апостол Павел пишет Тимофею в 11 стихе, Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Марк мне нужен для служения. Павел осознал какие-то моменты. И раньше он был горячий такой, знаете, и считал все раз, раз, и всегда отрезал общение. Друзья мои, в нашей жизни может случиться такое, даже твой друг может оказаться твоим недругом. но не перечеркивай никогда ваши отношения. Все, прошла любовь, завяли помидоры. Не перечеркивай никогда своих отношений. Все может измениться. Будь расположен, будь открыт к общению. Потому что, когда ты открыт к общению, ты будешь располагать. Вчера посмотрел один ролик, и там спор мужчины и женщины, и женщины выступают в роли вроде агрессора такого, злого. И реакция агрессии на агрессию вызывает абсолютную такую агрессию. А реакция добра на агрессию вызывает изменения. И человек, который агрессивно настроен, он не может агрессивно быть настроен. И зло побеждается добром. Друзья мои, будем расположены, открыты в своем сердце к общению с другими. Потому что наше общение, оно будет созидать людей вокруг нас. Тема этих месяцев общения, и мы периодически будем к этому возвращаться, нам важно быть частью церкви, иметь общность в нашей церкви. Наша церковь это семья. Твоя церковь, твоя семья. Давайте мы встанем, помолимся. Чем более открыто наше общение, тем более оно плодотворно. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты нам даешь, Господи. Помоги нам, Господь, принять это Слово и воплотить его в жизнь, Господь, чтобы мы не замыкались сами в себе, но, Господь, были расположены к людям, окружающим нас, для того, чтобы общаться с ними, Господи, для того, чтобы нести Твой свет. Потому что Твое Слово говорит, если мы ходим во свете, подобно как Ты во свете, то мы имеем общение друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа, Сына Твоего, очищает нас от всякого греха. Господь, прости нам наши грехи, прости нам, Господь, наши нервотрепки, Господь, нашу закрытость. Боже, помоги нам, вразуми нас, и помоги нам, Господь, иметь общение, налаживать общение, Господь, друг с другом, чтобы Церковь Твоя, Господь, созидалась, чтобы мы имели все общее, Господи, имели общее вместе с Тобой, Господи. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. Аминь. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что для нас важно само понимание и потом соответственно действие. Когда мы знаем об этом, важно не просто знать, но и действовать. Важно действовать, потому что если мы не будем действовать, то, к сожалению, наши знания, они будут захоронены в нас. Часто, когда мы что-то читаем, какую-то хорошую литературу или смотрим какие-то фильмы, например, нам важно вынести какой-то урок, сделать на заметках нашего сердца, вынести, может быть, на бумаге записать что-то и потом применять это в жизни. Если мы не будем этого делать, то, к сожалению, это погибнет вместе с нами. Мы не сможем стать связующим звеном между поколениями, мы не сможем стать теми людьми, которые будут объединять других людей, но это важно. Если мы хотим быть одной семьей, быть вместе, то нам важно быть открытыми к общению, нести свет своей жизнью. Я хотел бы помолиться сейчас вместе со всей церковью, вместе с теми людьми, кто пришел в первый раз к нам на богослужение, помолиться молитвой покаяния, молитвой примирения, когда мы все обращаемся ко Христу, и Он прощает нам наши грехи. Давайте прочитаем эту молитву вслух от всего нашего сердца. Дорогой Господь, я верю в Тебя. Иисус Христос, Ты Божий Сын. Ты пришел на землю и взял на себя все мои грехи. Я признаю, что я грешник, но я прошу Тебя, прости все мои грехи, очисти меня от всякой неправды, вводи в мое сердце, и будь моим Господом и Спасителем. Измени мою жизнь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь значит истинно так. И если вы первый раз в своей жизни прочитали эту молитву, мы бы хотели сделать вам подарок. Вот в фойе есть стол информации. И на каждом собрании мы имеем подарок для людей, которые пришли первый раз. Мы хотели бы его вручить. Если вы пришли первый раз, кто-то еще сопроводить в трапезную? Если есть такие люди, можно сходить в трапезную, попить чай, узнать о церкви. Если нет, к столу информации можно будет подойти, для того, чтобы забрать свой подарок, который вам предназначен. Мы вас благословляем, любим вас. Я приглашу на сцену Аганеза, он скажет слово о пожертвовании. Присядьте, пожалуйста, на некоторое время, у нас еще будет слово о причастии, и мы еще будем преломлять хлеб. Субтитры Субтитры Субтитры